По данным Чувашстата, индекс промышленного производства в январе-майе 2013 года по соотношению к такому же периоду прошлого года составил 85%. Многие предприятия сократили производство продукции, но есть и такие, где наоборот открывают новые цеха. На одном из таких предприятий побывал сегодня премьер-министр Иван Моторин. Вот так за считанные минуты немецкая установка раскатывает днище из стали. Этот станок внедрили в производство недавно, но огромные растраты он оправдал меньше, чем за год. Раньше листы на предприятие завозили из Германии, сейчас варят здесь же. Экономия налицо, свой материал стоит в 10 раз дешевле иностранного. Пойдя по пути модернизации, на заводе освоили и новый способ сварки. Этот метод специалисты называют трение с перемешиванием. Швы на поверхности практически незаметны, новые технологии помогают оптимизировать процесс. Снижаются затраты, становится дешевле продукт. На фоне общего промышленного спада предприятие демонстрирует неплохие показатели. Сейчас его конвейер расходит более 100 моделей цистерн. Сталь высокопрочная, хотя толщина стенок не превышает и 3 миллиметров. Это тоже на уха у завода. Из таких же сплавов собирают корпуса самолетов и скоростных поездов. Очень много оборудований завозится. И лазеров завезли. Вот недавно этот станок сварки трения и перемешивания только в том году собрали. То есть мы получаем сейчас за счет очень многих новых технологий, технологическое преимущество на рынке. Красят автоприцепы на предприятии тоже с использованием инноваций. Теперь за работу берутся не маляры, а машина. Аналогов этому роботу в России еще не придумали. Работать так быстро человеку не под силу. Умные техники специалисты помогают подбирать цвета. Дальше за дело отвечает компьютерная программа. Раньше в этих камерах краску на цистерны наносили при помощи вот такого пистолета. Процесс длительный, работа растягивалась на час. Робот со своими задачами справляется за 10 минут. Сейчас на предприятии намерены в разы увеличить производство. На колеса недавно поставили и новую модель контейнера для перевозки спирта. Прицеп оборудовали маячками и системой ГЛОНАСС. Собирать эту технику будут в новом корпусе. Он заработал с сегодняшнего дня. Дмитрий Ковалев, Николай Яковлев. Республика. 16 июня отмечается День медицинского работника. В Чувашии около 30 тысяч человек трудятся в этой сфере. В республике успешно работает программа модернизации здравоохранения, ставшая логическим продолжением приоритетного национального проекта здоровья. Общая сумма финансирования программы за два года составила почти 5 миллиардов рублей. На 53 объектах в 18 лечебно-профилактических учреждениях завершен капитальный ремонт. 100% санитарного транспорта оснащены бортовой аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС. На 32 станциях и отделениях скорой медицинской помощи установлено навигационно-информационное оборудование для мониторинга и управления санитарным автотранспортом. В больницы республики поступило более 2600 единиц оборудования. Рост заработной платы врачей и сестер по отношению к 2012 году составил 9%. Младшего медицинского персонала на 36%. Дополнительным стимулом для притока молодых специалистов на село стала программа «Земский доктор». В 2012 году владельцами сертификата на 1 миллион рублей стали 132 молодых специалиста. Наконец, впервые за последние 20 лет в республике зарегистрирован естественный прирост населения. Ожидаемая продолжительность жизни составила 70 лет. Свои поздравления медицинским и социальным работникам направил и глава Чувашии. Поблагодарил за труд и доброту, которой они делятся со своими пациентами. И пожелал крепкого здоровья, оптимизма, любви, счастья и благополучия. До свидания.